У меня в прошлом, которые закончились в каникулах, пожалуйста. Вот задайте вам первый вопрос, что случилось, почему я разошелся с моей первой любовью, которая оказалась бы на сегодня, когда я строил ее. Нормально слышали? Все нормально? Можно музыку. А сейчас музыку включили. Так, начнем. Начнем. Добрый вечер, друзья. Возвольте представьте, я шланг Мудрый Воронцов. Раз, два, три, четыре, пять. А, можно звук нам больше? Звук раз, два, три, пять, пять. Да, да, да. Раз, два, три, отлично. Возвольте представьте, я шланг Мудрый Воронцов. Я постановленный мастер-коуч-человек-коуч. Я занимаюсь вопросом семейных и межрисных отношений. Сегодня вопрос, который будем рассматривать, это как построить семейные отношения звук пропадает. Вот, начало. Вот, а, да, я и название. Сегодня мы рассмотрим вопросы следующих причин, которые приводили вас к разводу. Что нужно сделать для того, чтобы в будущем возможность это уменьшилась до нуля. Как выбрать себе партнера, правильно, очень важно, как выбрать партнера, с которым у меня будет максимальная совместимость. И оценить для тех, кто же в отношении сегодня, что у нас может быть не так в будущем. То есть мы построили дом, и вроде бы нормально стоит, крыша, фундамент, все хорошо, плотно. Но, как мы знаем, когда начинает проверка на плотность и на качество? Ребята, когда есть страсти, да? Когда есть бури и ураганы? Окей, хорошо. А, ребята, давайте начнем, пожалуйста, с следующего. Кто сегодня закончил отношения и расспался с ним полностью? Поднимите, пожалуйста. Кто сегодня, считая, что он готов начать новые отношения, полностью очистился от прошлых отношений? Отлично. Теперь задайте, пожалуйста, вопрос себе. Когда вы пришли с прошлыми отношениями, что вы сделали для того, чтобы у вас ошибка не повторялась в будущем? Задайте себе вопрос как. Я был в отношениях, познакомился с своей любимой половинкой, считал, что это все на всем привет. Прошло сексуальное привлечение, как правило, да? Обычно на этом устроен, на второй чакле, центр чувственных наслаждений. Сколько он длится? Ребята, кто помнит? Сколько длится сексуальное чувственное наслаждение? Ну, ну, скорее, смелее. Два месяца. Ну, кого два? Два года, окей. Ну, обычно, как максимум, три года. Ну, может, пять, кому-то повезло сильно. Вообще-то идеально. Вот сегодня в коллегу. Давайте подумаем. Ну, здорово. Это уникально. Собственно, если надо эту девушку достать, поймать, узнать, как она это сделала. Как у них это получилось? Гормональное опьянение длится больше, чем два года. В общем, да? Это просто правило маленькое. Малет не пропустит. Сейчас уверен, что вам он не может. А то сейчас я тоже так лягу, что мой. Итак, ребята, давайте задумаемся. Пожалуйста, один текарский вопрос. Что случилось? Почему я, когда по знакомству своим любимым человеком оказалась на всю оставшуюся жизнь, почему мы так быстро разошлись? Подумайте, пожалуйста. Подумайте, пожалуйста. Что было? Почему так получилось? И как я строил свои отношения? Что было для меня определяющим фактором, когда я выделял себе партнера, который оказался бы на сестре всю жизнь? Глаза, голос, осанка, его социальный статус, материальный статус. И то, что он так же не обещал. Мужчина любит говорить. Когда он чего-то хочет, знает. Когда мужчина чего-то хочет, он все, что хочет, говорит. Такая задача девушки. Поведить истину. Что за этим словам стоит, в самом деле. Он говорит то, что она может. А как вы знаете, что то, что говорит на партнера, есть истина? Задайте себе вопрос. Как вы проверяете то, что мужчина говорит, или женщина говорит? Как знать? Из-за телодвижения. Так, отлично, да. Что еще? По глазам. Глаза. Вот я понимаю, приходим к тому, что мы говорим, что тон of the voice, body language, 90% информации, которые мы получаем в данном виде человека. Телодвижение и... Что у нас? Тон голоса. Окей. Хорошо. Ну как те вопросы, которые нельзя провели сразу по тональности? Вот есть у меня три человека. Вот простой пример. Мы рассматриваем на наших тренингах, как подробную методику, как определить человека, выбрать по своему классу, по своему набору. Мадамской совместки. Вы, вы что-то из вас кого не знают, не были на моих глазах. Вы думаете сейчас... Вот представьте, у вас есть три человека. У каждого здесь есть три кандидата. А мы помним, что в процессе выбора отношений, построения отношений у вас должен быть выбор. Обязательно. У меня должно быть много кандидатов. Встреча выбрать три человека, а из них одного. И идем с ними по процессу. Мы там разведем. И вернемся назад. Неужели? И вот у вас есть три человека, которые одинаково всем нравятся. Допустим, мне нравится, чтобы девушка была спортом занималась, чтобы она была хозяйственная и целомудренная. И есть... Девушки на свет, внесите. И есть три кандидата, имеющие все эти качества. Для меня это жизненно важно. То есть, значит, как мне эти три человека, пока не буду по способам говорить, как определить этот человек, кто больше всего не подойдет? Задайте вопрос себе каждый. Кого есть не больно? Окей, для кого-то внешний вид важен. Хорошо. А девушкам? Кто-то не как? Сердце. Хорошего, да? Все здорово. Сердце. Кому еще? Что еще? Великодушный. Это конкретное качество. Интуитивно. Но, вот смотрите, но те три качества, которые мы назвали, скажем, вот, для меня, это санс, они входят в комплект минимально необходимые, важные качества. Уже входят. И все три имеют те качества, которые для меня жизненно важные. Да? Как определить, кто из этих трех человек, которые имеют все, имеют из них жизненно важные качества для меня? Я должен быть от того одного. Который, который тебя выберет. Который ребенка хочет. Она выбирает, ну, партнер выбирает, но, знаете, это мужчина, когда все приходят вас выбрать, всем нравится ваша фигура, ваши глаза, ваши энергии, всех вас желают, жаждут, когда станет пятого месяца. Мы знаем ответ. Я предлагаю на это время просто принять это как все ума, без испарения, что это действительно так, что мы душа, у нас есть свое назначение, мы приходим сюда за определенные задачи. И предназначим свой опыт из прошлого. Просто на это время, пока мы здесь, чтобы просто понять. Если не сработает, как за них, то просто забудьте. И душа. Вы правильно видите, душа это сам правильно. То есть, поскольку душа это та инстанция, это мы, другими словами, которые знают, для чего мы сюда пришли. Это мы. Все проблемы, почему получается, мы знаем, для чего мы сюда пришли, что отрабатывать. Но придя в это тело, получив ум, который хочет наслаждаться, у нас почему-то это не получается. Мы идем не тем путем. Кто из вас часто выбирал профессию, например, сам просто профессия. Профессия. Классно, ура, я закончу школу, мне пора учиться. Куда же мне пойти? Актером хочу быть. Голливуд. Деньги. Слава. Почет. Ступер. Мама сказала или папа сказала. Я просто увидел. Пошел, потратил время, куча ресурсов. Вроде занимаюсь этой профессией, но чувствую, что это не то. Кто испытал такое? Выбирал профессию, ребят? Я такой был. Я мечтал о морях. Я был моряком. А так как я с 15-19 лет учился в бельеходном училище. И ровно через два месяца, когда я пришел, наступил на борт корабля, я понял, что я так ошибся. Вау, Господи, когда ты меня послал. А я мечтал, думал, а классный капитан. А не было у меня границы, так здорово, классно. И было здорово. Материал мне очень хорошо, кстати. Получал хорошую плату, очень хорошо. В 19 лет. Сажда паса. И вот. Душа. Когда я начал практическое дело, душа не сказала, что это не мое. А? Как сейчас дать себе вопрос? Как сделать так, чтобы я, душа, мог четко определить, тот человек, который не тот? Как сегодня? В изошеленном нашем уме. Ум, да? Что значит, какая? Ум руляет тело. По команде. Откуда получается? Души. Должны быть. В том случае, что душа хочет, тогда была полная конгруенсия. Не было проблем. Он выполняет то, что делает душа. Правильно? Почему наша душа не может... Наша душа, но мы душа. Я бы не с точки зрения тела. Душа не может общаться с... Будьте здоровы. Счастья вам. Благослов. Почему душа не может слышать ума, и он не может слышать дружу? Зашоренность, ребят, зашоренность. Просто черт. Мы хотим, мы можем забыть нас. И качество ума зависит от чего? От того, что мы привели, какие вкусы мы привели с детства. Если нам привели, что наркотик – это классно, а то будет здорово. Замечательно. И я же считаю, это цель жизни. Замечательно. Так же это. И мы дружусь к вашему выбору партнера. И поэтому, если... Задача. Если, как я сказала, ума тоже, кто сказал? На душу два человека было. Окей. Если мы сможем восстановить отношения ума с душой, можем ли мы сказать, что мы тогда никогда не ошибемся? С выбором партнера, да? Можно сказать? Нет. Может, допустить? Кто согласен, да? Кто не согласен, да? Ваши аргументы. Я бы не бежал, в чем-то не делал. Окей, ну, да, это тоже может быть. Ребята, есть? Ваше мнение? Сергей, мое мнение – да, душа может выбрать партнера, но не факт, что душа партнера выберет тебя. Это был вопрос, конечно. Конечно, естественно, должна быть абсолютно правильно. Должна быть взаимность, естественно, взаимность должна. Это должно быть взаимность, да. Итак, поскольку комплектация фактов, что сегодня душа наша, душа не слышит ум, ум не слышит душу, поэтому нам приходится использовать костыли. Эти костыли – техника, которую я сегодня вам еще предложил. Техника, которая будет от ума. Согласны, ребята? Согласна. Если бы у меня душа была классной, душой все наладят, у меня нет проблем, мне не нужны никакие техники, все вот эти. Психологи, инсультанты, они нафиг мне нужны в отношениях. Потому что моя душа, моя душа, знаю, что мне нужно. Как поступить, какое решение принять, пойти на лево, на право, какая профессия, что сделать, что сказать. Будут нам. Верно? Верно. Встречается? Верно. Верно. Поэтому, значит, мы будем тренировать с ума. То есть сейчас техника, которую я вчера предложил, это тренировка ума. То есть примитие хороших чувств, вкуса, хорошего вкуса. Вкусы, этики, эстетики, порядочности, ответственности, цельствия, меняя, тело, мудро и так далее. Итак, готовы? Давайте вспомним с самого начала. После того, когда мы разошлись. Почему? Кто был больше одного раза в отношениях? Понимаете, кто был больше? Может, с ним тут лезь, не те, 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 не те. И так, отлично. Итак, для тех, кто уже был больше одного раза в отношениях. Получается, что мы повторяем ошибку снова и снова. У кого были, у кого был результат такой, что... А, это разные, как правило, да? Но почему же с ним разводимся? Идея такая, садись и не расходиться. Почему я получил опыт с первым партнером? Начинаю новые отношения. И опять расскажу. И опять расскажу. И опять расскажу, потом понимаешь, что жизнь не удалась. Очень лучше не жениться или не уходить замуж. Жизнь неудачная. Все мужики колдуны, все женщины, лидеры. Мы должны сделать выводы, ребят, выводы, да? Разбор полета. По аналогии спортивной команды. Проиграли. Садимся и честно, жестко работаем. Что было не так? Что привело меня к разводу? Я здесь должен сделать разбор полета. Составляю списочек. И поэтому списочек начинаю работать. Чистить те качества, подрабатывать то, чего не было. Нормально отвлекается? Ну, чтобы новую игру сыграть. Поиграть мужа-жена. Обычно мы так же делаем, да? Давай мы сыграем мужа-жена с тобой. Мы же не говорим, что это как бы то, что мы должны... А ты говорим, I'll kill death as a part. Пока смерть нас не разделит на части, я буду сюда с тобой. Почему-то мы и говорим этих, большинство из вас говорило это. Христиане. Да? Но почему-то мы это нарушаем. Странно. А это, кстати, нахотяпло нарушение. Итак, мы делаем выводы. Что было не так? Ребят, я же все, что говорил, вы все это знаете. Я просто собрал эту кучку, систематизировал. Не хочу, чтобы вы сказали осознанно. Ничего нового не говорю. Что это систематизация, информация, которую вы уже знаете. Чтобы вы были осознанно и подошли к этому процессу. Напомню, что семья – это самое качественное, самое эффективное, место, где мы отрабатываем свои долги, опыт получаем. Самое качественное, но самое тяжелое. Самое тяжелое, но самое качественное. Ты монахом быть намного проще. Когда ты один, ощущаешь что-то за себя, развиваешься и проблемы. Тут надо же мне позабыться. Дети, дом построить, деревья вырастить, воспитать детей, жену привести к духовности. Сложно, чем делать. Все прочее. Итак, мы сделали выводы. И после того, как мы сделали выводы, что мы делаем? Мы эти касты развиваем. Какие касты, идея какая? Если я ищу партнера для того, чтобы делаться, стать счастливым, какая у меня будет проблема? Я несчастлив. Я разошелся только. Три месяца, месяц, не знаю, полгода, год. Разошелся, чувствую себя несчастным, одиноким, голодным, холодным. Неком прийти, женщина, некому защитить. И я что делаю? Это правильно. Ищу, кто сделает меня счастливым. Верно ли? Правильно? Ну, кто мне поможет, где получить радость и счастье? Денег нету. Где работодатель, который даст мне денежку? Нет ли радости, где тот человек, который даст мне эту радость? Да? Окей. И, если я ищу человека, который сделает меня счастливым, какова вероятность того, что я буду счастливым на всю старшую жизнь? И взять, ты почему? Абсолютно верно. Я должен сказать, даже если нашел какую-то добрую душу, или правда, женщин с таким большим добрым сердцем, например, маты же такая, очень добрая сердечность. Спасибо, пожалуйста. Очень последующий человек. Вот, когда я с ней занимаюсь, чувствую себя такой материнской заботы. Так приятно. Вот. И если... Спасибо. Если найдутся такие хитрецы, которые хотят этим воспользоваться, но при этом ничего назову не давая, она по своей сердечности прошла, как пришла, позаботиться о этом человеке, пора или поздно ее энергия закончится. И что будет разочарование. Поэтому, естественно, мы должны быть самодостаточными. Пере всем начинать строить большинство. Либо мы должны стать самодостаточными. Важным образом. Так? Я здесь нигде нарисовать, но делю это так. Кстати, бездравно. Я. Здесь я. Здесь мой партнер. Хэ? Здесь мое прошлое. И чтобы не стать самодостаточным, я должен сначала проститься за прошлое. Самодостаточным. Проститься за прошлое. Если меня прошлое, держите. Я не могу быть здесь и сейчас. Разрывается, ребята, да? Я должен быть здесь и сейчас, в прошлое. Я вам даю конкретную схему, которая работает. Она очень проста. Но только вам нужно ее осознать. Она не сложная. Но нужно подойти осознанно к этому процессу. Итак. Радиально. Идеально. Я самодостаточный человек. Я ищу другую самодостаточную личность. Преально? И найдя такую личность, чем найти такую сместные отношения, я должен изучить... Я должен стать самодостаточным сам. Я должен изучить коммуникации. между собой и тем человеком, которого я ищу. Изучить, да? То есть вы партнеры. Называется изучить... Мы проще говорим. Изучить мужские и женские обязанности. Я знаю, что женщина, что была счастлива, я должен иметь определенные свои качества. И вот когда я изучаю такие качества, должен иметь настоящий мужчина, я себе в них развиваю. И параллельно я изучаю качество... Третье, свои изучать и совершать. Я изучаю тоже качество своего партнера. Для чего? Чтобы ему говорить, когда я вижу, там написано, что должен быть ответственность собака. А ты это не делаешь. Вот читай книжки, это ты плохой муж. Да? А, не так. Для чего мы изучаем качество партнера? Ребята, для чего я изучаю качество партнера? Своей изучи понятно. Но чего мне сейчас изучают качество партнера? Потому что мы изучаем качество партнера. Совместимость, отлично. Отлично, да. То есть я знаю, что женщина... Ну, это мне про обязанности. Про обязанности. Не то, что она желает, а про обязанности. Обязанности партнера. Для того, чтобы... Для того, чтобы знать, как своим поведением помочь, легче выполнять обязанности партнера. Например, если женщина ищет ответственного мужчину, что она должна делать? Как она поможет? А? Безответственной стать? Отличный момент, хороший. Что еще? Ну, вот куда? Если я хочу ответственного, значит, я должна быть безответственной. Я чувствую, что я не мужчина, значит, я должна быть без денег. Я хочу, чтобы она была здоровая, должна быть больная. А если я хочу, чтобы она была целая внутренняя, я должна быть не целая внутренняя. Так помощь, будто порою. Идея пустая. Я изучаю для того, чтобы помочь своим поведением партнеру исполнить его качества. И как я сказал, пример. Если мужчина, я хочу, чтобы был ответственным, значит, я должна быть послушным. Если я хочу, чтобы капитан, чтобы не был капитан корабля, я еще капитана корабля. Какую роль я должна играть? Мне нужен капитан корабля. Я говорю, я тоже капитан, только еще высшего рамка. О, иди сюда, будешь мне капитана? Вот таким я буду руководить, а то не вижу, почему я такая, что это капитан. Два капитана на корабле не живутся. То есть, исходя из этого, понимая, что свою роль, та роль, в которой я хочу жить, я должна ее себе разлить. Итак, если я ищу мужчину, который должен быть ответственным, я должен разлить себе качество послушания. Отлично? Вот для этого мы изучаем качество партнера, чтобы помочь ему своим поведением. Не за него что-то делать. Я знаю, мужчина должен деньги зарабатывать. Я знаю, что я тоже должна найти деньги зарабатывать. Копалку свою дать, иди копать гектары. Понятно за этим, да? Отлично. Итак, мы простились в прошлом, мы создаем самодостаточность. Мы создаем свою самодостаточность. Как нам нужно создать свою самодостаточность? Мы уже сказали первое. Изучая обязанности, если я мужчина возьму. Мужчина. Обязанности мужчины. Что еще нужно мне для того, чтобы стать самодостаточным, ребята? Я изучил свои качества, их развиваю. Что еще? Каждый себе вопрос дает. Если вы хотите, я тебе ответ. То, что я говорю, это мое видение. Но у каждого из вас есть что-то свое особенное. И вот, когда я задаю вопрос, вы задаете его себе своему умительному. Я. И внимательно прислушивайтесь. У вас есть шанс найти уникальный ответ для себя. Ок? Какие есть предложения? Я изучил обязанности свои, как мужчина. Знаю, какие качества должен, как я должен помочь женщине исполнять свои обязанности. Что еще? Наверное, я должен определить себя, кто я и что я есть. Я предлагаю простая формула, как будто, like job interview. Я иду на работу. Я инженер. Программист. Я ищу работодателя, который даст мне то, что нужно мне. Можно по этой формуле? Да? У меня есть какие-то качества, и я хочу их выгодно продать. То есть выгодно продать свои способности, чтобы мне давали то, что нужно мне. Я мужчина. Спортсмен. Активист. Корсомовец. Что там еще? Другая, да. И мне нужна такая женщина, которая поможет мне исполнять эти качества и наслаждаться жизнью. В той мире, в которой я хочу. И так я составляю свой, называю свой набор. Мужской набор. Далее, что у меня есть, да? По резюме. Я выбираю самое лучшее, что у меня есть. Я беру все, пишу. Как я сплю, во сколько я встаю, во сколько я ноги, сладости я кушаю или нет, это их не важно. Да? Может быть очень много. Поскольку я иду на работу конкретную, там есть конкретные требования. А в отношениях между мужчиной и женщиной есть конкретные требования. Я, как мужчина, ожидаю женщину поднять женские обязанности, а она ожидает мне выполнения моих мужских обязанностей. Поэтому мои мужские обязанности я должен расписать, что же я готов выполнять. Отлично? Да? Нет. Из этой точки зрения я выбираю свои самые лучшие качества, которые, считаю, притягивают ту женщину, которая нужна мне. Я ищусь, я работаю программист, и я не буду идти там, где дворник. Правильно? Соответственно, если у меня есть определенные качества, я ищу женщину-спортсменку, активисту консомолку. И она должна иметь эти качества. И я должен иметь эти качества, которые будут позволить этой активистой консомолке так же быть и адом со мной. То есть я должен знать политику партии, я должен быть активный, креативный. И так иставляю свой минимальный набор, я называю. Женщину, которая может дополнить мою потребность. Что же я хочу? Я пишу, что у меня есть. И другой списочек. Вот один списочек. Что у меня есть? Я. А второй списочек – это женский. Что я хочу, чтобы было в нее? Угу. И вот это первоначально. Всего я начинаю отталкиваться. У кого я еще? У кого я еще? У меня есть три кандидата, которые имеют одинаковые качества. Как выбрать еще? Держите. У меня еще не на свидетельство. Скоро подойдет, и мы ее решим. Угу. Итак, первое, мы уже будем намагаться в списочек. Мы смотрим по списочку. Если у моего кандидата, у этих трех кандидатов, мы имеем необходимый минимальный набор. У них есть у каждого по три качества, которые имеют минимальный. А у меня семь качеств необходимых минимальных. Семь. Она еще должна быть духовная, она должна быть целомудренная и так далее. А? Уже подбираем сердце. Так и страдать свой минимальный набор, который меня жизненно важен. Что такое минимальный набор? Выбрать одно качество – я уже не буду счастливать. Почему этот минимальный набор должен быть такой? Что если только это, и не больше ничего не будет до конца нашей жизни, я все равно буду счастливать. И кажется это? Вы понимаете, мы не можем все иметь сразу, да? Невозможно. Поэтому мы строим фундамент, совместный фундамент. То, с чего мы можем начать. Если я собрался в поход на Эверска, ищу команду. Какие? Я смотрю с того, какие качества, чтобы нам начать этих поход. Давайте проще, например. С машиной. Горише сделать кругосветное путешествие. Нам нужна машина, которая едет. Колеса, двигатель и бензин. Ок. Я нашел машину, есть колеса, двигатель, но нет бензина. Никуда не поедем. Да? Все. До свидания, дорогая. Простите. Спасибо за ваше время. Я пойду на следующий. И по этой аналогии, мы также ищем свой минимальный набор партнеров, которые с нами живут все осталось в жизни. То есть фундамент, это, что должно быть, в данном случае. Колеса, двигатель и бензин. Окботе, это салон. Музыка будет джок, рок, рок-н-рол. Это уже второе. Для меня это не первостепенно. Это не очень важно. Мне нравится, ребят? Хорошо. Итак. Я создавал свой минимальный набор. Те качества, которые есть у меня. И минимальный набор той половинки, с которой я буду счастлив. Вы с нами, ребят? Какие классные усы, супер. Как вы думаете, достаточного ли этого будет для того, чтобы выбрать того партнера, с которым будет счастлив? Итак, я простился с прошлым. Я стал самодостаточным. Наполнился. Я никому не завишу. Вернее, есть ты? Хорошо. Нет? Ну, тоже хорошо. Я Янь, ты Инь. Вместе мы создаём Инь Янь. Да? То есть, ты знаешь, что я не полностью. Я счастлив. Мне всё со мной хорошо. И ей тоже хорошо. Это важный момент. Да? После этого месяца мы создаём что-то новую энергию. Новую энергию, которая не у меня отдельно. Не у неё нет энергии. Угу. Окей. Итак, у меня есть теперь мадамский набор. Мадамский, джеменский набор. Я называю мадамский, джеменский набор. Мой мужской набор, есть женский набор женщины, которые я ищу. И мужчины. Да? Готов я идти теперь по жизни и найти своего спутика жизни. Ребят, ну быть не к тому, что надо ещё. Давайте. Кажется, я просто задаёте. Ну, карты свои в особенности. Есть какие-то общие понятия, которые я могу поделиться. Ну, у вас может быть что-то то, чего нет. Я. Что? Эй. Что-то, но ещё человека нету. Я же на рынок вышел. Я особо не знаю, что все квартиры обрезал, стал самодостаточным частям. У меня есть, как верное, я резюме моё. И я знаю список тех, тех компаний, куда я могу стоить на работу. Что дальше? В первую очередь попросить список. А? Да, да, да. Набрать на терпение. А есть нажимание вообще устраиваться на работу, определиться все? Есть желание? Ну да. Если есть желание искать партнёрку, зачем, в принципе. Напомню, помню о том, что, если мы что пришли, работать, работать и работать, выполнять своё назначение, свои задачи. И самый лучший метод для исполнения задач – это семьи. Те, кто забыл, тоже знаете. Давай, семья уже. Окей. Это самое тяжелое место. Еще раз напоминаю, но самое ценное, самое важное. Если вы хотите работать свои долги, то это то, где нам нужно быть. Спасибо. Спасибо.